Первую игру в новом году на своем поле Уральский Трубник провел в сложных условиях. Перу Уральск встретил гостей из Новосибирска суровыми морозами. Но болельщикам Трубника это не помешало заполнить стадион. Причем тут мороз, если ты уважаешь команду? Одеваешься теплее, все. Настоящий болельщик, уважающий свою команду, несмотря на все отрицательные стороны команды, всегда будет ходить, болеть и уважать команду. Я любитель, как я каждый раз покажу. Но ожидаю выиграть. В начале первого тайма игру контролировали гости. Оно и не мудрено. Сепсельмаш перед этой игрой находился на четвертой строчке турнирной таблицы, в то время как Уральский Трубник является аутсайдером. В итоге гости добились своего. На 13-й минуте с углового мяч забил Евгений Маврин. Поддержать любимую команду из Новосибирска в Первоуральск приехало и несколько болельщиков Сепсельмаша. А это, между прочим, сутки езды на поезде. Волнуюсь честно, волнение трясет и трясет от мороза и от того, что вот события на поле происходят. Ну, а Первоуральск, ну, наверное, один из любимых городов среди болельщиков Сибири и данного... Ай-яй-яй. Любимых городов, потому что здесь болельщики гостеприимные. Ну, здесь какой-то свой уральский, наверное, микроклимат для общения. Ну, а с другой стороны, хочется посмотреть на команду Новосибирска, прежде всего, но поскольку моя команда, как она в гостях выступает. Ну, и, в общем-то, честно признаюсь, что Первоуральцы, даже вот на кубках матча, которые я все практически видел, всегда оставляют хороший, приятный отпечаток. И это без леща. В конце первого тайма Первоуральцам удалось сравнять счет. Мяч с игры забил Дмитрий Степченков. Во втором тайме игра шла до гола. Все-таки тяжело играть в таких погодных условиях. Удача улыбнулась уральскому трубнику, а Степченков оформил дубль. У нас команда, которая может, вернее, может и лучше играет внизу. Это понятно. И по такому льду, конечно, сложно было. Практически играли без середины поля в 60 минут. После первых 30 минут, то перешли вообще на игру вверх практически, что нам не свойственно. Где-то мы разбавляем, конечно, дальними забросами иногда, но это не наш стиль. И, соответственно, потеряли нить игры. И, соответственно, не видно тех игроков, созидателей, которые могут это сделать, там обыграть, отдать пас, реализовать момент. Но с реализацией у нас это проблемы, как бы большие всегда были. Погода отнесла свои коллективы, конечно. И лед кололся, и мяч костяной был. Тяжело было созидать. Но разрушение больше было даже. Акцент сделан. Я соглашусь с Сергеем Евгеньевичем, что первую половину первого тайма соперник создавал остроту, создавал напряжение. Было непросто нам. Но потом немножко игра выровнялась. У нас стали моменты возникать. Не доиграли. Ну, первый тайм 1-1 счет. А второй тайм получилась такая игра, что на нервах до гола. Кто забьет, тот и выиграет. Следующую игру «Уральский трубник» проведет также на своем поле. В четверг, 23 января, первоуральцы будут принимать кемеровский кузбасс. Победа в этой встрече может позволить «Уральскому трубнику» уйти из последней строчки турнирной таблицы. Алексей Николаев, Влад Черноусов, Интерн.ТВ Продолжение следует...